Спонсор службы новостей – офтальмологический центр Крофт-Оптика-М. Здравствуйте! В эфире телеканала «Карива» служба новостей. Коротко о главных событиях города и области расскажем прямо сейчас. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности, прошло в правительстве Магаданской области. Губернатор вручил 27 колымским семьям медали «За любовь и верность». На праздничной вечере чествовали молодоженов, а также тех, кто прожил в браке целую жизнь. Магадан продолжает расти и развиваться. В городе ведется строительство и реконструкция 81 объекта. Это онкодиспансер, стоматологические поликлиники, диагностический центр. Предприниматели строят магазины, цеха, тепличный комплекс, станции техобслуживания и гаражи. Один из символов города, стелу, расположенную на въезде в Магадан, обновят к дню рождения областного центра. Об этом рассказал на брифинге мэр Юрий Гришан. Согласно решению Магаданской городской думы, принятому два года назад, днем основания Магадана принято считать 23 июня 1929 года. С учетом того, что здесь написано «Основан город Магадан», следовательно, надпись должна быть откорректирована, и здесь появится вместо 1939 год, 1929 год. Санаторий Талая станет одним из самых ярких мест на туристической карте Колымы. Власти региона планируют превратить его в современный курорт. Четыре корпуса, рассчитанные на 500 человек, реконструкция всей инфраструктуры, аквапарк, теннисный корт и ресторанный комплекс. Все это входит в проект, общая стоимость которого более 4 миллиардов рублей. У пассажира, который намеревался вылететь из Магадана в Москву, в аэропорту «Сокол» изъяли нелегальный груз. Сотрудник службы безопасности при проведении предполетного досмотра обнаружил в одной из багажных сумок 700 граммов промышленного золота. Пассажир передан в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Четвертый фестиваль средневековой культуры «Древнерусская стоянка» пройдет в областном центре 16 июля на Гороховом поле. В программе запланированы световое и огненное шоу, интеллектуальные викторины, бои с оружием и доспехами. Организованы мероприятия военно-историческим клубом «Братина». Далее прогноз погоды и мировые новости. Не переключайтесь. Здравствуйте. 12 июля в Магадане временами облачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, 12, днем до 17, тепла. Ветер восточный 2,4 м в секунду. Далее информация о приливах и отливах. 12 июля полная вода в 10 часов 34 минуты и в 23,54. Малая вода в 4 часа 57 минут и в 17,13. А я напоминаю, что спонсор выпуска салон авторской бижутерии «Эквип» в универмаге «Центральной». Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. «Эквип» – новые коллекции дизайнерских украшений из Франции, Дании, Голландии и Канады. Ручная работа, неповторимый стиль и многообразие материалов. Бутик «Эквип» в универмаге «Центральной». Далее о самых интересных событиях в России и за ее пределами по данным информационного агентства «ИТАРТАС». Традиционное состязание по спортивной ходьбе среди почтальонов прошло в Румынии. С толстой сумкой на ремне в форменной одежде женщины прошли дистанцию в 3 километра, а мужчины – 7. Одежда для домашних питомцев в виде самурайских доспехов набирает популярность в Японии. После того, как фотографии разошлись в интернете, компания-производитель начала получать бесчисленные заявки как от жителей Японии, так и из-за рубежа. Скромный служащий индийских железных дорог в одночасье прославился после осмотра врача. В его теле было обнаружено свыше 150 тонких металлических шипов длиной около 2 сантиметров каждый. Уникальный каменный крест 15 века весом около 3 килограммов нашел на берегу реки пенсионер из Великого Новгорода. Исторический раритет станет одним из экспонатов создающегося в городе музея Великого моста. На этом у нас все. Помните, новости ближе, чем вы думаете. Редактор субтитров А.Семкин